Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и каждый из вас у себя в магазине увидел за реальные деньги набор, в который положили ИСа 3-го экранированного, ЛТ-432 и ИС 1945 года, который ну в край похож на ИСа 2-го экранированного, которого недавно абсолютно бесплатно раздавали по подписке «Бери не хочу». Короче говоря, что касается самого набора, я не могу показать его в магазине у себя по одной простой причине, потому что я играю через Wargaming Game Center, на данный момент через Steam зайти у меня технически почему-то не получается, ну и соответственно здесь предложений за реальные деньги у меня нет, а вот предложения за реальные деньги на телефоне я вижу соответственно. Таким образом будем обсуждать в принципе не глядя туда, но скажу откровенно, в моем ценнике указана цифра в 22 по-моему доллара, я считаю, что за данный набор это действительно очень дорого. Ну во-первых, сам ИС, третий защитник, хоть и является прикольной машиной, и что-то интересное в нем безусловно есть, но его максимальная стоимость, как мне кажется, максимум 165 голды. Хоть это и легенда, но все же, ребят, правде в глаза, нужно смотреть не абсолютно прищуриваясь, а знаете так, максимально открытыми глазами. Что касается ЛТ-432, веселый прикольный ЛТ на восьмом уровне, с крайне низким силуэтом, но в то же время вообще полное отсутствие склонения орудия вниз, ну прям вообще неиграбельно, серьезно, вот все бы хорошо, но минус 5 просто его хоронит. Что же касается ИСа 1945 года, то, как я уже сказал, с учетом того, что ИСа второго экранированного раздавали абсолютно бесплатно, навряд ли есть большое количество желающих заиметь себе именно ИСа 1945 года, ну разве что в коллекцию. Короче говоря, по ценнику меня набор, честно говоря, смутил, дороговато кажется, если было хотя бы баксов 15, ну можно было бы еще подумать, а так, ну не очень. Что касается того, что сделаем в этом видео, выкатим, я бы сказал, центральную машину в этом наборе, это ИС-3, защитник, для того, чтобы посмотреть на что он способен, особенно с учетом того, что его недавно апали. Ему добавили брони, но, ребят, мне почему-то кажется, что не в броне была проблема ИСа третьего защитника. Его необходимо было апать в отношении орудия, потому что здесь у вас время перезарядки 7,5 секунд, и нет, ребят, это не цикличное орудие, это, ребят, барабан на три снаряда. И вот это 7,5 секунд, это не перезарядка между каждым вашим снарядом, а это перезарядка внутри самого барабана. И я, честно говоря, не понимаю, зачем ИСа третьего настолько сильно вломили под коленку и дали ему после этого перезарядку магазина в целом в целых 23 секунды. За что? За что ИСа третьего защитника так унизили? Да, у него классная альфа, М400 единицы, такой альфой при таком времени перезарядки, если бы это был цикл, похвастаться ни одна машина на восьмом уровне не может. Но если есть такая, пишите в комментариях обязательно. Но, ребят, все же М400 альфы, мне кажется, не стоят перезарядки в 23 секунды. К этому вопросу вернемся чуть позже, непосредственно в самой катке. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 7, и для советского тяжелого танка это приемлемая цифра, я бы даже сказал, очень приятная. Вторая неприятная цифра после 7,5 секунд перезарядки внутри магазина и 23 секунд перезарядки магазина в целом, это время сведения. И с учетом того, что у меня в оборудовании два слота уделено на улучшение сведения, мы имеем все равно целых 6 секунд. Безбожно долгое сведение для восьмерки, да в принципе для любой машины в нашей игре. Я сейчас с трудом могу вспомнить хотя бы один танк, либо ПТ-шку в нашей игре, у которых 6 секунд сведения, с учетом того, что установлено оборудование в двух слотах на улучшение данного показателя. Короче говоря, есть очень много вопросов по ИСу-3, и у меня лично по защитнику самый основной вопрос это по орудию. Не по подвижности, не по броне, а именно по возможности нормально стрелять по своим соперникам. Ну что, берем машину и поехали абсолютно честно его тестить в первом попавшемся бою. Ну что, поехали, давайте попытаемся затестить старика. И безусловно, Т-28 Defender, ИС-3 Защитник, ну, бывалые, классные ребята, которые давно в игре, борода их седая, тянется от одного конца карты до другое. Но, ребят, все-таки это, конечно, хорошо, что играешь на Легенде, но когда Легенда на сегодняшний день абсолютно уже не играблена в реальных боях, то здесь уже возникают вопросы. Когда-то, да, безусловно, эти машины разрывали, все их хотели, ИС-3 Защитник был мечтой практически любого танкиста, которые любили играть именно на тяжелых танках. Но, ребят, не на сегодняшний день. Что касается времени сведения, ну, вы видели, насколько это страшно выглядит, сейчас подкачусь вперед, давайте, вот оно, пошло сведение, да, ждем, 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 дожидаемся, и только сейчас полное сведение. Что касается времени перезарядки, я не спорю, отбрасывать через каждые 7,5 секунд снаряд на 400 единиц Альфы, это круто, это классно. Но вот сейчас я ушел на перезарядку всего магазина, и у меня складывается такое впечатление, что я играю на цикличном орудии, и первые два выстрела, все классно, все хорошо, перезарядился, выстрелил еще раз, опять перезарядился. Но, ребят, когда ты стреляешь третий раз, такое впечатление, что тебе кританули орудия, и ты за что-то расплачиваешься. Причем, выровнять ты эту ситуацию абсолютно не можешь, ну и, соответственно, вынужден долго и нудно ожидать. На дальних расстояниях на ИСе третьем можно играть, но только при полном сведении, опять-таки, которого необходимо дожидаться, ну, где-то с половину вечности приблизительно. Ну, вот сейчас, да, может на каком-нибудь другом танке я бы и успел, может, выстрелить в ИСа восьмого, пускай даже, может, и не пробил бы его, но я, по крайней мере, совершил бы эту попытку. Но, к сожалению, на данной машине это, я бы сказал, практически невозможно. Кидать наугад на ИСе третьем, ну, не знаю, мне когда-то писали в комментариях по поводу того, что, да, можно без полного сведения с вертухана просто забрасывать. Но, ребят, все-таки фарт фартом, а игра игрой. И хотелось бы, чтобы все-таки я контролировал данный процесс, а не игра за меня решала, мне сейчас фартанет или нет. Сейчас товарищ на РУ-251 уехал, даже не знаю, что делать, пытаться за ним гоняться со своим одним этим снарядом, или все-таки... Ладно, сейчас сделаем вот так вот. Ну, а дальше уйдем на перезарядку именно таким образом. Не знаю, ИС-3, ребят, интересная тачка. Он, безусловно, стоит каких-то денег, он, безусловно, стоит какой-то голды, и многие ребята фанятся на нем. Да и я довольно-таки часто на ИСе третьем выезжаю, когда вспоминаю о его существовании, о том, что он находится в моем ангаре. Ну, и мне хочется, знаете, так вот чисто тряхнуть стариной и, соответственно, немножечко как-то поиграть на чем-то, что действительно кардинально отличается от других машин на уровне. Ну, а, блин, не знаю, ребят, не настолько он крут, как его рисуют, и на сегодняшний день, к сожалению, ИС-3 очень сильно, не то чтобы морально, а технически устарел, конкретно по сбалансированности его возможностей, ну и, соответственно, в первую очередь в отношении орудия. Я сейчас ушел опять на крайне долгую перезарядку. За это время в лучшем случае я успею подъехать к ИСу второму и дать ему еще одну тычку, если ребята не успеют добрать его, в принципе, полностью отправив в ангар. Ладно, будем ждать, сейчас посмотрим в отношении того, насколько его апнули. Но, скажем откровенно, ребят, ап чувствуется. Я не буду говорить, что бронирование дополнительное не пошло ему вообще ни в какую пользу, и оно незаметно. Оно заметно, и да, действительно, ты часто ощущаешь дополнительное непробитие, но, опять-таки, вау-эффекта конкретно для меня не произошло. Как я говорил в начале видео, я бы все-таки поднял руку за то, чтобы ему апнули конкретно орудие, а не его систему бронирования, да, и толщину брони в верхних бронелистах в частности. 2830 единиц нанесенного урона, не могу сказать, что это плохой показатель, но и суперкрутым его тоже не назовешь. Что касается фарма, к этому вопросу сейчас вернемся отдельно. Что касается моей результативности по команде, то, как вы видите, первое место. Но, согласитесь, 2800 можно накидывать и на многих других премиумных машинах. Что говорит о том, что ИС-3 защитник не является на сегодняшний день той имбой, которой он был много-много лет назад. Причем вот это много-много можно повторять достаточное количество раз, для того, чтобы вернуться прям совсем в глубину истории данной игры. Выскочил я случайно из результатов по бою. Что касается, ребят, фарма по серебру. Ну, в принципе, фармить можно. Фармить можно, неплохо приносит, но в то же время звезд с неба не срывает. И не могу сказать, что он прям намного круче, чем какие-то другие тяжелые танки на 8 левеле. Короче, если суммировать и высказывать исключительно субъективное мнение, уж, пожалуйста, не ругайте меня за это субъективное мнение. На то оно и субъективно. ИС-3 защитник это очень тяжелая в реализации машина и очень часто расстраивает именно из-за долгого времени перезарядки магазина. Решить бы что-то с этим вопросом было бы гораздо интереснее все. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. А вам, друзья мои, я искренне желаю грамотных покупок. Ну, а главное, мира все-таки и спокойствия. Пока-пока.